приветствую вас друзья на канале даниила и ларис сегодня мы взялись приготовить достаточно сложный сыр то есть по шкале сложности от 1 до 5 этот сыр обычно оценивают 5 максимальную сложность сыр маздам сложность сложность в том что в этом сыре используется то есть маздам это сыр с большими глазками вот есть аналогичный сыр пример родомер который вы знаете ну и аналогичные аналогичные виды сыра с большими глазками эти глазки получаются в процессе специального этапа вызревания теплого вызревания за счет того что в сыр добавляются пропионокислые бактерии эти бактерии процессе своей жизнедеятельности во время вызревания сыра выделяет углекислоту и как бы раздувают его то есть раздувают в этом сыре глазки конечно правильные большие головки этого сыра готовятся от 20 килограмм вот сколько я читал в интернете минимальная порция должна быть минимум 30 литров молока из минимум 30 литров молока надо варить но попробуем сварить из 20 литров я честно говоря немножко волнуюсь потому что такой сложный сыр мы еще ни разу не делали еще ни разу не имел дело с против пропионокислыми бактериями ну попробуем всегда надо с чего-то начинать значит что еще сыр вызревает от четырех месяцев то есть минимальный срок вызревания этого сыра четыре месяца поэтому будьте готовы запастись терпением и собственно говоря приготовить сыр и подождать пока он вызрит значит какие будут этапы нашего видео видео будет разделено на два этапа очень часто спрашивают почему не снимаете видео с дегустацией сразу же то есть не ждете пока закончите процесс минуту объясню почему я этого не делаю один раз у меня было такое что у меня было собрано несколько видео готовых отснятых в общем у меня накрылся жесткий диск все видео пропали я там восстановил но естественно каждое видео состоит из 30 40 фрагментов вот я восстановил с каждого видео по двери по 10 фрагментов в результате была вся работа испорчена поэтому сейчас я предпочитаю отснять и загрузить поэтому будет два этапа первый этап это будет приготовление до начала созревания в конце я объясню очень четко и подробно как этот сыр поставить на созревание и какие будут этапы созревания второе видео во втором видео во второй части во второй серии будет показана непосредственно этапы созревания и в конце проведена дегустация то есть я буду показывать во втором видео как сыр увеличивается в объеме за счет работы пропионокислых бактерий вот собственно говоря что нам понадобится сыроварня или водяная баня на 20 литров меньше чем 20 литров повторю друзья варить не имеет смысла его мне кажется просто разорвет он потрескается в процессе вызревания будет маленькая головка и пропионокислые бактерии просто эту головку разорвут взяли мы 21 литр молока и с этого молока так как сыр долгого вызревания мы полностью снимаем сливки то есть не частично как мы делаем с сырами короткого срока вызревания а полностью снимаем сливки чтобы они не испортили вкус сыра дальше нам понадобится вот такой вот термометр для того чтобы контролировать температуру молока в нашей молочной бане понадобится лира для порезки сырного сгустка если нет лира это можно сделать ножом и понадобится нам марлечка которую мы продезинфицируем и наша чудесная форма для сыра вот эта форма рассчитана на два с половиной три килограмма то есть два килограмма сыра мы рассчитываем сегодня получить как бы этой формочки хватит значит на сайте украинский интернет магазин 413.com.ua кстати если зрители из украины смотрят мы пользовались заквасками ферментами из нескольких интернет магазинов все-таки я в процессе работы пришел к выводу что закваски и ферменты и любые ингредиенты в интернет магазине 413.com.ua они самые лучшие по качеству потому что было такое что у нас просто не срабатывался чужный фермент и мы выливали 20 литров молока потому что молоко не сворачивалось вот с ферментами ну в общем с любыми ингредиентами 413.com.ua интернет магазина такого не бывает это как бы ну совершенно не реклама поверьте а просто совет рекомендация конечно если вы живете не в украине то вам надо искать интернет магазины в своем регионе также для зрителей из украины скажу что хозяин и руководитель этого интернет магазина алексей очень приятный человек и всегда поможет советом если вы с ним сотрудничаете если вы у него что-то покупаете вы всегда можете ему позвонить он вам все подробно расскажет и так здесь мы имеем 3 колбочки 3 колбочки первая колбочка это 1 2 чайная ложка закваски вторая колбочка это 1 2 этот комплект рассчитан на 20 литров сыра меньше его даже не бывает на 20 литров молока извиняюсь вот вторая колбочка это 1 2 чайная ложка фермента и молокосвертывающего и 3 колбочка это пропионокислые бактерии также но собственно говоря домашние сыры они получаются достаточно светлые в этом рецепте мы купили там же в том же интернет магазине натуральный краситель называется она то колбочка вот эта рассчитана на 10 литров она придает сыру цветности делает его вот таким вот желтеньким как мы его привыкли видеть колбочка рассчитана 10 литров молока мы используем одну колбочку на 20 литров молока чтобы немножко поджелтить цвет сыра итак друзья первое что нам надо сделать это снять молока сливки молоко у нас вчерашнего вечернего удоя она у нас ночь простояла в прохладном месте сливочки поднялись и нам надо сейчас снять эти сливки мы это делаем вручную с ларисой час лариса покажет быстренько как это делается вооружилась ложечкой и снимает сливки молок с молока вот так вот механическим образом причем одна из подписчиц очень резонно нам советовала что значительно удобнее ложечку изогнуть под 90 градусов тогда из банки значительно легче снимать сливки но нет у меня такой ложечки которая готов пожертвовать надо кстати купить где нибудь на блошином рынке ложку и согнуть ее чтоб тебе было удобней да я согнул все что угодно но ее жалко вот поэтому снимаем сливки вот так вот механическим образом со всего молочка друзья переливаем молочком нашу водяную баню переливать его надо через сеточку обязательно потому что мы используем фермерское молочком и в процессе когда дают коробку туда могут попасть всякие соломинки какие-то солинки они нам сыре совершенно не нужны естественно молоко мы используем не пастеризованное но по той причине что мы доверяем мы знаем нашего фермера и уверены в молоке пока проблем не было никакой оно ароматное сейчас мы переливаем все молоко и перелили мы молочко друзья и включаем нагрев включая водяную баню устанавливаю температуру 32 градуса допустимая максимальная температура 33 ни в коем случае не больше нагреваем молочко до 32 градусов и после этого будем уже производить необходимые действия с нашим чудесным срочком mazda накрываем крышечкой чтобы туда не падала ничего и ждем пока молочко нагреется наше молочко нагрелось до 32 градусов как мы и говорили и сделаем три действия первое действие сугубо опциональное мы подкрашиваем молоко натуральным красителем мой какой-то он красный и хорошенько размешиваем надо будет желтый немножко мы поджелтили то есть мы половину порции которая предусмотрена для подкрашивания используем всего хорошенько перемешиваем все и следующим этапом рассыпаем по поверхности молока закваску и даем ей закваска это номер два по моему один засыпаем по поверхности молока закваску и даем ей немножко регидрироваться где-то минуту надо чтобы она постояла впитала себя воду прежде чем размешивать потому что если начать сразу размешивать аня она может взяться комочками регидрировалась закваска тщательно перемешиваем ее причем движение мешания должны быть не только горизонтальные но и вертикальные то есть вверх-вниз чтобы закваска очень хорошо равномерно распределилась по всему молочку от этого зависит последующий результат рассыпаем по поверхности молочка пропионокислые бактерии из следующей колбочки тоже даем им минутку регидрироваться и после этого перейдем также тщательно перемешиваем пропионокислые бактерии при этом друзья поддерживаем температуру 32 33 градуса желательно за 30 за 30 33 градуса не выходить и оставляем молочко для того чтобы закваска начала отрабатывать на полчаса прошло полчаса друзья закваска должна была отработать и вносим фермент перед тем как внести фермент внесем 4 грамма хлористого кальция 10 процентного разведенного в 50 миллилитрах кипяченой воды холодной в принципе хлористый кальций это тоже вносится опционально можно его не вносить раньше мы делали всегда сыры без него а вот сейчас вот проверяем делаем дубли сыров когда проверяем насколько больше у нас получается сырной массы сырного теста с внесением флористого кальция размешали хорошо и вносим фермент опять же таки фермент предварительно регидрировали минут за 10 до за 15 до внесения регидрировали фермент 50 миллилитров холодной ну комнатной температуры кипяченой воды хорошенько перемешиваем и нам надо определить теперь точку начала флакуляции друзья то есть точку начала образования сырного сгустка от этой точки будет зависеть от времени кстати надо включить секундомер когда мы внесли фермент вот и от времени которая пройдет до начала образования сырного сгустка будет зависеть точка окончания образования сырного сгустка то есть сколько у нас времени должно ну как бы даже должно ферментироваться молоко скажем так чтобы полностью образовался сырный сгусток потому что делать это просто По времени не очень хорошо Каждое конкретное молоко от каждой коровы Имеет индивидуальные свойства Сгусток можно передержать И тогда у вас получится Во-первых, значительно меньше сырного теста Сырной массы для формирования вашего сыра И она может изменить свои качества Для того, чтобы определить точку начала флакуляции Или начала образования сырного сгустка Кладем на поверхность молока Крышечку стерилизованную То есть мы ее постерилизовали кипяточком И начинаем за ней наблюдать То есть в течение где-то 10 минут Смотрите, сейчас Лариса покажет Крышечка совершенно спокойно движется по поверхности молока Нам надо словить точку Когда крышечка начнет прилипать То есть перестанет прокручиваться Ждем, я засек время И об этом времени тоже расскажу Посмотрите, друзья, прошло сейчас 8 минут И практически она прилипает Но еще немножко прокручивается Я думаю, что еще где-то полминуты И наступит время То есть надо не просто, чтобы она перестала свободно крутиться А надо, чтобы крышечка практически прилипла Так даже немножко ее прокручиваешь Она возвращается назад Вот, значит, сейчас у нас время 8 минут 30 секунд Мультипликатор мы используем Так, 8 Мультипликатор мы используем 2,5 8,3 умножить на 2,5 Получается 21 минута Значит, держим всего до достижения 21 минуты Наш сгусток После этого будем проверять его еще на чистое отделение Прошло 20 минут, друзья Проверим сгусток на чистое отделение То есть проба, которую мы делали Это пол-дела Готовность сгустка показывает чистое отделение сырного сгустка Вы разрезаете И он должен быть на разрезе такой глянцевый И резаться, как Ну, не оставаться хлопьями А именно разрезаться и раздвигаться, как желе После этого нам надо порезать сгусток На кубики размером 1,5 см 1,5 на 1,5 Вначале режем ножом Вот таким вот образом Он очень легко, очень классно режется Разрезаем его вдоль После того, как порезали сгусток в одну сторону Режем его пендикулярно На такие же, чтобы получились такие вертикальные брусочки Как видите, режется очень хорошо Сгусток очень плотный у нас получился После того, как мы порезали сыр длиной и в ширину Надо его порезать по горизонтали То есть один вариант Резать вот такой вот специальной лирой Второй вариант По диагонали разрезать его ножом Очень плотный сгусток получается Редко так бывает, что Лариса еле протягивает лиру И, друзья, начинаем поднимать температуру медленно Нам надо в течение получаса поднять температуру до 38 градусов Я меняю температуру на термостате Начинаем нагрев В это время нам надо подготовить В данном случае нам надо подготовить 30% воды После того, как мы перемешаем сгусток и поднимем температуру Нам надо будет понизить кислотность Для этого нам надо будет отлить 30% сыворотки То есть в данном случае 6 литров И добавить 30% чистой, лучше фильтрованной или артезианской воды Температурой тоже 38 градусов Поэтому я сейчас уже поставил 6 литров воды Греться в кастрюле на плите Поставил туда термодатчик с зумером Как только она нагреется, зумер же звенит Я выключу нагрев А пока мы порезали сгусток И начинаем его перемешивать Одновременно поднимая температуру В процессе перемешивания, если у нас остались большие кусочки То надо их разрезать шумовочкой То есть оно легко вот так вот разламывается В результате у нас должны получиться После того, как мы его сейчас будем мешать И потихонечку вот так вот измельчать У нас должен получиться размер зерна где-то 7-8 миллиметров То есть оно должно быть не очень крупное И пока Лариса будет полчаса мешать сгусток Я расскажу, как приготовить рассол Так как этот сыр, как и любой другой сыр Нам надо засолить Нам надо приготовить 20% рассол Для этого мы берем 1 килограмм поваренной неедированной соли Неедированная достаточно принципиальная позиция Чтобы наши бактерии, которые будут жить в нашем сыре Если будет ядированная соль, они погибнут И молочнокислые бактерии, и бактерии, которые для этих больших глазков Поэтому соль должна быть неедированная Растворяем в 4 литрах воды 1 килограмм каменной соли Доводим до кипения Охлаждаем и процеживаем через марлечку Потому что в соли всегда есть какие-то артефакты Какой-то мусор Процеживаем через марлечку Дальше добавляем 5 миллилитров 6% уксуса И 5 грамм сухого хлористого кальция Ну и собственно говоря, все это перемешиваем и охлаждаем Ну или охлаждаем заранее, неважно В результате нам надо получить рассол комнатной температуры Этот рассол, друзья, можно использовать несколько раз То есть после засолки заливаете его в чистую банку И оставляете, как бы в ней храните Можно несколько раз использовать Я оставляю Ларису за невеселым занятием перемешивания сгустка А сам пошел мыть бочку для вина Лариса мешала 30 минут Покажи, пожалуйста, какое зерно у нас Вот такое вот достаточно мелкое Если есть где-то комочки, то эти комочки растираем об бортик И теперь нам надо понизить кислотность сыворотки Для этого надо слить 6 литров сыворотки Готовим емкость Берем мерный ковшик Ждем хотя бы полминуты, чтобы зерно осело И начинаем отбирать В это время у нас должна быть уже готова вода Температурой 38 градусов И температуру сыворотки тоже поддерживаем постоянно 38 градусов И так делать Температурой 34 градуса РАСАНТУ Продолжение следует... Продолжение следует... Зерно еще больше измельчилось. Покажи, пожалуйста. Оно вообще уже стало как перловочка размером. И теперь, друзья, на 15 минут оставляем его в полном покое. При этом температуру поддерживаем также 38 градусов. За это время нам надо приготовить форму для сыра и пресс, для того, чтобы начать его прессовать. Теперь, друзья, нам надо отобрать часть сыворотки. Прошло почти 20 минут, 17, если быть точным. Надо отобрать часть сыворотки, чтобы показалось зерно. Отобрали мы часть сыворотки. Сдвигаем все сырное зерно в одну сторону, для того, чтобы в сыворотку поставить форму. Так как наполнять ее надо именно в слое сыворотки, чтобы само зерно не остывало. Застилаем формочку марлей. Естественно, она должна быть предварительно прокипяченная, продезинфицированная. Помещаем форму в сыворотку и начинаем наполнять зерно. Разравниваем его, уплотняем по ходу действия. Кстати, много зерна получилось, я уже вижу. Будет, мне кажется, даже головка не 2, а где-то 2,5 килограмма, но потом посмотрим. Оно еще уплотнится. Ну понятно, что уплотнится. Вот таким вот образом, друзья, наполняем ее и оставляем в форме. Ну, естественно, сейчас уплотним, наполним. Ну, в общем, сейчас покажем. Лариса полностью наполнит и покажет. Лариса поместила все зерно в форму. Заворачиваем его марлейкой. Аккуратненько это делаем, чтобы было минимум складочек. Ну, это, собственно говоря, влияет только на внешний вид сыра. Вот таким вот образом. Ну, мы же будем все равно переворачивать. Сильно не заморачивайся. Он выровняется. Теперь придавливаем поршеньком и оставляем в сыворотке еще на 10 минут. После этого будем помещать его под пресс. Первый груз у нас 2 веса сыра. Значит, если у нас здесь, грубо говоря, 2 килограмма должно получиться, значит, первый груз у нас будет 4 килограмма. Какое есть, Катя? Стой. Еще, подожди, да, я ссорила. Ну, это ссорила. Там ссорилки, конечно, много. Просто подумай, там мелкие шпины. Стек он за несколько минут. Сверху поршня слили тоже сыворотку и ставим его под пресс, друзья. Накрываем. Накрываем дощечкой и ложим вес 4 килограмма. Используем вес... Первое прессование, оно длится час. Используем вес 2 веса головки ориентировочных. Вот у нас нет 4, ложим 5. Я думаю, что маслом кашу не испортишь. Через час, друзья, достанем сыр, перевернем его в марлечке и увеличим вес. Прошел час, друзья, и мы перевернем наш сыр в форме и увеличим вес, естественно. Поднимаем эту штуку. Давай его полностью поднимем. Чтобы она нам не мешала. Ой! Не, все хорошо. Почти не упал. Сливаем сыворотку, которая выдавилась у нас. С поддончика тоже. Достаем наш сырочек с помощью марлечки. Марлечка как бы дает свои негативные результаты. Сыр с верхней стороны, там где заломы, получается такой не очень красивый, но надеюсь, что он спрессуется. Надеюсь, что он спрессуется. Какой-то он очень-очень мягкий. Теперь надо его в марлечке перевернуть аккуратненько на другую сторону, чтобы не повредить наш сыр, который уже начал формироваться. снизу форма отличная. Но будем надеяться, что примет он форму в результате. Надо сделать меньше саму марлечку, чтобы ее выкладывать по форме, по размеру формы. Мне кажется, вот ты на бока завернула, а ты его теперь не поместишь туда. Сама форма немножко коническая. Ну, поместилась. Он еще пока мягкий, пока все помещается. Не люблю я вообще делать сыры в марле. Очень не люблю. Но почему-то... Ну, вот он мягкий. Его бы как бы без марли особо и не сделаешь. Надо просто вырезать марлю нужного размера, чтобы не было сильных складок. Особенно под поршнем здесь. Что у нас получается за счет того, что она большая, очень сильные складки. Может, вот это вот лучше сюда, все развернуть и сверху поставить поршень. Поршень у нас в любом случае не прилипнет, но у нас будет ровный сыр. Вот таким вот образом. Ага, так поршень не влазит. Нет, это плохо. Это неправильно. Давай, может, ее... Ну, не будет нужного давления. То есть, очень сильное трение, и оно не будет давить. Сейчас, друзья, минутку, мы разберемся с марлей. Все-таки обрезали мы марлю до нужного размера, чтобы складок не было, чтобы сырок у нас был красивый. Потому что такой сложный сыр Мааздам и испортить его форму из-за марли не хотелось. И опять, друзья, помещаем его под пресс. Теперь весом 4 веса головки, то есть 8 килограмм еще на час. Ставим сюда груз. Ну, у нас будет 7,5 килограмм. И через час еще раз его перевернем. Прошел еще час, и настало время перевернуть в очередной раз наш Мааздам. Снимаем груз. Поднимаем крышку пресса. И переворачиваем. Наш сырочек должен уплотниться уже достаточно хорошо. Сейчас будет последнее прессование максимальным весом, который равен 6 весам головки. То есть в данном случае, в нашем случае, это 12 килограмм еще час. И нам надо будет перейти после этого к засолке. Может быть, последний раз без метра 4 веса прессовать? Думаешь? Не знаю, что там. Он же все равно будет раздуваться потом. И вот, кстати, характерно краситель дал свой эффект. Сыр желтенький. То есть вот обычно сырочки получаются беленькие. Ну, такие значительно более светлые. А этот желтенький. То есть вот мне хотелось достигнуть такого эффекта, чтобы сыр был... Ну, простите, друзья, но похож на магазинный. Я понимаю, что туда добавляют кучу всяких отвердителей, кучу загустителей. Магазинные сыры готовятся не в таких условиях. Готовятся те сыры, даже которые должны вызревать месяцами. Они готовятся в промышленных условиях за несколько дней. Ну, все это как-то немножко искажают химические добавки. Вот. Мы же готовим натуральный. Но все-таки мне хотелось вот получить именно Маздан такой более желтого цвета. Поэтому добавили краситель. И вот сейчас уже видно, что он очень сильно отличается. Выкладываем марлечку аккуратненько, опять же таки, чтобы не было сильных изломов. И ставим под пресс под 12 килограмм еще на час. После этого перейдем к засолке нашей головки. Такая разница. Ставим туда груз. И, друзья, до встречи через час. Спрессовался наш срок, друзья. Давайте его взвесим. Ноль. 1900 грамм. Отлично. Но я, конечно, рассчитывал, что будет больше. Я рассчитывал, что будет килограмма два головка. Ну, получилось то, что получилось. И, друзья, теперь нам надо наш сырок отправить на засолку. Я немножко обускуражен весом, потому что рассчитывал, что головка будет около двух килограмм. Даже думал, что может и больше будет. Получилось 1900 грамм. Я думал, что где-то 2200-2300. Какой-то он легенький такой. Отправляем наш сыр на засолку. Из расчета 6 часов на каждые полкилограмма сыра. То есть 18. Но, в принципе, от 15 до 20 часов мы его можем солить. Все зависит от того, насколько соленый вы сыр любите. То есть мы берем, отправляем его на 18 часов на засолку. А после этого я расскажу, друзья, как выдерживать наш сырок. Как его, ну, в каких условиях он будет вызревать и когда его можно будет пробовать. Погружаем его в соляной раствор. и раз где-то в 3-4 часа, вот видите, он, не покажу так, он плавает. Раз в 3-4 часа переворачиваем его для того, чтобы он равномерно просолился с обеих сторон. На следующее утро, друзья, можем достать наш Мааздам из Рассова. И вот интересный, интересный факт, то есть уже на сегодняшний день головка получается немножко выпуклая по краям, то есть она неровная, не такая, как она была вынута из-под треса. Сыр достаточно мягкий на ощупь. И следующим этапом нам надо сыр просушить. Очень удобно просушивать на вот такой вот решетке из-под, ну, из микроволновки. Помещаем эту решетку в холодильник и 2-3 суток при температуре 8-10 градусов просушиваем сыр. Время от времени просто переворачиваем его. Переворачивать нужно, то есть он просушится и так, переворачивать нужно для того, что сыр мягкий и решетка оставит некрасивые борозды на головке сыра. Поэтому первый этап это просушка 2-3 дня в холодильнике при температуре 8-10 градусов по Цельсию просто сыр обсушиваем. Следующий этап для Мааздама это холодное созревание. Холодное созревание проходит при температуре 10 градусов по Цельсию и влажности 90%. Если у вас нет камеры для вызревания сыров вы не можете обеспечить такую влажность. Берем пластиковый контейнер кулинарный ставим туда пластиковый контейнер ставим туда сыр и ставим туда рюмку с водичкой обычной кипяченой и оставляем его естественно под сыр стелим коврик для созревания дренажный коврик для созревания сыров чтобы он не лежал прямо на дне контейнера. Под коврик я обычно еще чтобы там образовался зазор подкладываю такие бамбуковые шпажки для шашлыка маленькие чтобы был доступ воздуха. И оставляем на 10 дней вот в таком вот контейнере температура должна быть 10 градусов водичка будет из рюмочки испаряться мы ее туда доливаем 2 раза в сутки сыр переворачиваем и следим за ним если вдруг корочка начинает растрескиваться то есть высыхать и растрескиваться это сигнал к тому что низкая влажность можно просто сыр выкупать в обычной кипяченой чистой воде то есть что мы делаем следим за корочкой если вдруг начал отрезкаться достали его из контейнера в холодную водичку опустили подержали там 5-10 минут и опять в контейнер пусть он опять созревает друзья это второй этап холодное созревание следующий этап созревание сыра маздам это теплое созревание процесс теплого созревания тоже должен проходить при высокой влажности точно так же продолжаем играться с контейнером с рюмочкой следим за тем чтобы корочка сыра не лопалась вот если начинает лопаться точно так же как и в процессе холодного созревания купаем сыр ну это от недостатка влажности потому что это такая превентивная мера с этой рюмочкой и на самом деле ну мы пытаемся поддерживать нужную влажность но естественно такой эффект важно важно чтобы температура в помещении где происходит теплое возревание сыра не прыгала и не поднималась выше 20 градусов если днем температура поднимается выше 20 градусов помещаем контейнер на день в холодильник на верхнюю полку но это тоже опять же таки превентивная мера желательно идеально чтобы температура и влажность была всегда постоянная процесс теплого возревания длится 20 суток друзья после окончания процесса теплого созревания мы можем покрыть сыр латексом кстати у нас на канале есть видеоматериал в разделе сыры так и называется как покрыть сыр жидким латексом покрываем латексом его друзья и опять отправляем в холодильник на верхнюю полку уже при обычной влажности так как сыр покрыть латексом он особо влажность отдавать не будет и процесс возревания продолжается оптимальный срок возревания вернее минимальный срок возревания для сыра маздам 3-4 месяца мы его оставим на 4 месяца на 4 месяца как бы и посмотрим потом я естественно сниму видео то есть он будет раздуваться в это время особенно в процессе теплого созревания вот эти вот боковые поверхности они будут становиться выпуклыми я сниму об этом отдельное видео и потом вместе с видео с дегустацией сыра маздам я его тоже выложу конечно же на канале ну окончательный результат вот а пока друзья вроде бы все я рассказал латексом покрываем на окончательное созревание ну собственно говоря наверняка все вот поэтому надеюсь что видео было для вас полезным друзья ждите видео о дегустации мы как бы будем снимать процесс созревания и процесс дегустации объедним как я уже сказал его в отдельное видео а я с вами буду прощаться всего доброго пока